Паводковая обстановка на реках Республики Алтай на особом контроле главного управления МЧС России по Республике Алтай. В связи с продолжительным выпадением осадков наблюдается повышение уровня воды в реках. В соответствии с решением Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям, все органы управления и службы переведены в режим функционирования повышенной готовности. В главном управлении развернут оперативный штаб. Пять оперативных групп проводят мониторинг паводковой обстановки в районах традиционно подвергающихся паводку, в том числе это Майминский, Чойский, Турачакский, Шибалинский районы, город Горноалтайск. Во всех муниципальных образованиях ведется наблюдение за уровнями воды на специально организованных гидропостах. Это 22 поста от республиканского ЦГМС и 70 постов, организованных силами муниципалитетов. Информация поступает в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике Алтай от глав муниципальных образований. Во всех муниципальных образованиях определены и подготовлены пункты временного размещения населения. По состоянию на 13 апреля наблюдается незначительное повышение уровней воды в реках Майминского, Турачакского, Ангудайского, Чемальского, Усть-Коксинского районов в городе Горноалтайске. На реках Катунь, Кокса, Урсул, Бия уровень воды повысился от 4 до 22 сантиметров, на реке Маймана – 37 сантиметров. Существует значительный запас до критических отметок, однако необходимо быть в готовности своевременно принять меры безопасности. В готовности к реагированию на осложнение паводковой обстановки 3887 человек, 812 единиц техники, в том числе 135 единиц инженерной техники, 97 плавсредств и 3 воздушных судна – это два вертолета Ми-8 и вертолет «Робинсон» авиалесоохраны. Сформирован финансовый резерв в размере 30 млн 386 тыс. рублей, включая резервные фонды муниципальных образований. Сформирован материальный резерв на сумму 67 млн рублей – это спальные принадлежности, отопление, инструмент, палатки. Продукты питания, медикаменты, строительные материалы зарезервированы на договорной основе. Гражданам, проживающим вблизи рек и озер, необходимо заранее позаботиться о сохранности своего имущества, приготовиться к возможной эвакуации в пункты временного размещения, узнать в местных администрациях, где определены места таких пунктов. Необходимо приготовить документы, теплые вещи, продовольствие, внимательно следить за информацией о паводковой обстановке, выходящей в СМИ.